Приветствую! Вы наверняка уже видели новостные заголовки, в которых в СМИ сообщают о том, что суд сказал, что аберига нет в законе, что система аберига не упоминается в законе и в том числе на этом основании отменил штраф, который наложил ТЦК и СП за якобы нарушение правил воинского учета. И вот сейчас мы с вами разберемся подробно с этим решением, мы его почитаем, а там есть что почитать, я вам обещаю, там столько интересного написано. Ну и в целом, вот давая предварительную оценку этому решению суда, знаете, хочется сказать следующее. Оно очень показательно. Оно показательно в том контексте, что в правовом государстве, когда представитель одного государственного органа не очень разбирается в тонкостях законодательства, которое регулирует его же деятельность и не может использовать это законодательство, то человек в правовом государстве может защитить свои права. Может это сделать. И вот для этого человеку нужно просто встретить того судью, который не станет на сторону госоргана, который не скажет, что ну сейчас война, поэтому будут поддерживать ТЦК и СП. Нет, для этого человеку нужно встретить того судью, который будет стоять на той стороне, на которой он и должен стоять. А судья должен стоять на стороне закона и верховенства права. И судья, Роман Джуз, который вынес это решение, именно так и сделал. Он занял именно эту сторону. Ну а теперь разбираемся подробнее. А дело вроде бы достаточно простое. Человека привлекли к административной ответственности за то, что якобы он не стоял на воинском учете. При этом привлекли его к админоответственности еще по старым нормам. Это еще весной было, в апреле месяце, то есть там штраф 1700 гривен. Но человек не согласился и решил обжаловать в суд. И вот сейчас мы с вами почитаем текст этого решения, посмотрим, что установил суд во время рассмотрения этого дела. И, обещаю, найдем там много интересного. Начнем мы изучать это решение суда с правовой позиции ответчика. Поскольку речь идет о статье 210 Купапа, то понятно, что ответчиком здесь был ТЦК ЕСП. Потому что только они уполномочены применять эту статью к людям. То есть привлекать их к административной ответственности по этой статье. И позиция очень интересная. Вот сейчас, внимание, читаем. Свои заперечения. Відповідач мотивует тим, что 18 квитня уповноваженными особами на виконание вимог порядку перевірки документов в осіб, огляду речей, транспортных засобов, багажа и вантажей службовых примещений житла. Это постанова 114.56. Було рекомендовано позывачу прибуты до ТЦК ЕСП с метою уточнення військово-обликовых данных. Ну, во-первых, да, я думаю, вам уже нравится вот это слово рекомендовано, да. Мы же знаем с вами, что всегда, когда по постанове 14.56 проверяются документы, то всегда ТЦК ЕСП представители его именно рекомендуют, да. И больше же ничего, конечно же, мы же знаем с вами, да, что ничего больше не происходит. Ну, а давайте смотреть дальше. Что они дальше пишут? В процессе спелкування позывач вивсы беззухвало у відношене до особового складу, постійно провокував конфликтні ситуації, кидаючи неправдыві звинувачення. Здесь мы с вами, конечно же, тоже охотно верим. Почему? Потому что мы с вами же знаем, что всегда, когда какая-то конфликтная ситуация происходит, да, вот, и она попадает в сеть, то всегда потом, когда ее комментируют официальные лица, они говорят, это он провоцировал, вел себя зухвалой и все. То есть здесь все стандартно, понятно, охотно верим, да. Верим, конечно же, да. Что дальше? Что дальше? Смотрите. Вот вообще класс. Вообще класс. Следующий абзац. Вот. Звертаю увагу на те, что у повноважения особи ТЦК и СП діяли лише на підставе в межах повноважений та у способ, что предбачен Конституцией и законами Украины. Добре, это добре. Так они и должны дойти. Я не знаю, что они тут звертают на это увагу. Вот. Жодных противоправных действий, перелеченных в позывной заяве позивача, это не выполнялся, что подтверждается письмовой заявкой позивача от 19 квитая, где позивач чётко заявил про отсутствие каких-то претензий до особого состава ТЦК и СП. Вы понимаете, что происходит? То есть человек, которому рекомендовали явиться в ТЦК и СП, начал вести себя зухвало, конфликтно, провоцировал, какими-то обвинениями кидался. А потом, причём это было 18 апреля, а потом 19 апреля, он почему-то захотел... Вот понимаете, вот вчера он был такой конфликтный, а сегодня он 19-го уже перестал быть конфликтным, и вдруг решил такой, напишу я, что вот никаких претензий нет к ТЦК и СП, да, к представителям его, что, мол, всё нормально, права мои не нарушались, ничего. Вот странная, знаете, такая метаморфоза произошла с человеком, да, то он вёл себя зухвало, обвинял, а потом вдруг решил написать всё письменно, что всё было хорошо. Вот. Ну, что вам сказать. Дальше они здесь пишут о том, что в процессе уточнения військово-обликовых данных за допомогу информационной системы ОБРИГ было встановлено, что позывач не перебывая на військовому облику. И, собственно говоря, на основании того, что его не нашли в ОБРИГу, они его и решили оштрафовать. А теперь самое интересное, да, что же сказал по этому поводу суд? Как суд всё это оценил? Как суд оценил правовую позицию ТЦК и ЕСП? И все эти документы, которые он подал. Итак, смотрим. Вот переходим мы теперь к этому разделу оценка суду, но читать его будем не весь, да, потому что тут идёт много процессуальных моментов. Вот перейдём сразу, промотаем к самому-к самому интересному. А где у нас начинается самое интересное? Вот судья много. Кстати, здесь достаточно объёмное такое решение, да, то есть оно, знаете, такое нестандартное, что там отписка на одну страницу такая, а судья серьёзно подошёл к делу. Причём, кстати, если кто-то хочет обвинить здесь судью, что, мол, с ним там порешали и всё такое, напомню, речь идёт о штрафе в 1700 гривен. То есть, ну, какая-то может быть коррупция при таком штрафе. Поэтому вот эти обвинения в сторону судей, я считаю, нужно вообще отбросить. И вот что, что сказал суд. Ну, во-первых, належных и допустимых доказов, которые беззаперечно подтверждали факт неперебывания позывача на войсковом обліку станом на дату складения оскаржеванной постановой, «Відповідачам до суду не надано». То есть, доказов не надали. Ну, вот просто не надали доказов. Это к вопросу о том, какого уровня профессионали там находятся. Да? Вот суд даёт оценку этим профессионалам. Дальше. Посилание відповідача на те, что факт неперебывания позывача на войсковом обліку было установлено за допомогу информационной системы оберег, теж не подтверждені належными и допустимыми доказами. А, класс. Далее, смотрите, и идёт, знаете, по нарастающее всё. Суд критично оцінює долучений відповідачем витяг системы оберег, в якому зазначено, что особа один взятий на облік, оскільки из такого витягу неможливо встановить, звідки саме отримані, зазначені в ньому дані, чи дійсно він отриманий системы оберега. Ну, ви понимаєте. То есть, я честно, я ухахатываюсь з этого, потому що, ну, уровень професіоналізма там просто налицо, да, люди не можуть оформити матеріалу просто простого, примитивного на самом деле адміндела. Но идёт дальше, по нарастаючій. Більше того, відповідачем не надо на суду жодних данних, щодо порядку функціонавання системы оберег, інформації про те, які відомості містить, чи повинна містити така система, хто саме наповнює таку систему. А почему суд об цьому говорить? Ну, идём дальше. Суд звертає увагу на те, що відповідно до закону України про єдиний державний реєст призовників військовозобов'язаних та резервістів, в Україні функціонує єдиний державний реєст призовників військовозобов'язаних та резервістів, як інформаційна комунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників військовозобов'язаних та резервістів, створена для забезпечення військового обліку громадян України. «Посилань на інформаційну систему об ріг, вказаний закон не містить». Вот она, вишенка на торте. Вот она. Квінтесенція всього этого действа. «Посилань на інформаційну систему об ріг, вказаний закон не містить». И именно поэтому судья не змог поставити знак равенства между реестром и между системою об ріг, о которой упоминали в своей правовой позиції представители ТЦК ЕСП. А последние не змогли предоставити никакого нормативно-правового акта, в котором было бы показано, что все-таки реестр военнообязанных и об ріг – это есть одно і то же. Не змогли? Щось сделал суд? Суд открыл Конституцію України і сказав, що в соответстві с ч. 3 ст. 62 Конституції України «Усі сумнивы щододовіданності в іні особы тлумачиться на її користь». И, собственно говоря, вывод. Какой вывод? Какое решение суда? Административный позов. Задовольны ты? Визнаты протевоправную і скасуваты постанову про административное правопорушення. Вот такие решения судов должны быть в правовом государстве. Вот такой должна быть позиция судей в правовом государстве. И если бы мы всегда получали именно такую позицию, чтобы суды всегда использовали нормы закона, нормы верховенства права, то мы бы пришли к тому, что права человека в Украине были бы максимально защищены. И здесь нужно однозначно, я не знаю, поставить миллион лайков судье, который вынес такое решение, который, несмотря на всю ситуацию, не предал те идеалы, которыми должен быть наполнен судья, и вынес именно такое решение, защитив права человека. Очень бы нам хотелось, чтобы у нас в Украине было, ну, я понимаю, все не могут быть такими, да, но хотелось бы, чтобы большинство судей было именно такими. И очень хотелось бы, чтобы это решение суда никоим образом негативно не повлияло на дальнейшую судьбу данного судьи. Ссылочку на это решение я оставлю в описании к видео, чтобы вы могли ознакомиться с полнотекстовой версией его, чтобы вы могли использовать его, если вы окажетесь в схожей ситуации, да, потому что там сделаны правильные выводы, там хороший анализ законодательства в этом суде, и поэтому, если вдруг вы решите самостоятельно оспаривать какие-то постановления ТЦК и ИСП, вы можете брать оттуда цитаты, да, то есть это решение может быть однозначно вам полезным в вашей жизни. Но очень хотелось, чтобы вам оно никогда не пригодилось. Все, друзья, на этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал, также приглашаю вас в свой телеграм-канал, ссылочка на него есть также в описании к данному ролику, и традиционно пожелаю вам удач, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.